Утро на Болткоме Уже одно было, а сейчас второе И сейчас у нас на прямой связи Шаг навстречу однополому партнерству Совершила Латвия И да, с нами на связи Алексей Димитров Работающий в Европарламенте Латвийский юрист С помощью Алексея мы разберемся В сути происходящего Чем это хорошо для страны Чем это хорошо для Однополых партнерств Которые в принципе официально-то Как бы и не существуют в Латвии Алексей, доброе утро Доброе утро Доброе утро Ну вот и председатель Конституционного суда в принципе после первого Решения касающейся Вот защиты прав детей Вот в этих однополых парах Так можно сказать Говорил о том, что это только начало Что фактически мы должны следовать Каким-то, я не знаю, евросоюзовским Стандартам, вот современному пониманию Вообще семьи Как таковой Что здесь можно сказать Действительно ли Вот Конституционный суд Латвии Пытается идти в фарватере Вот этих общих Евросоюзских тенденций Мы сейчас не будем морализировать Хорошо это или плохо Но вот с точки зрения Именно вот таких вот Евросоюзовских, не знаю, правовых стандартов Здесь надо сказать Что Европейский союз Он по сути не имеет компетенции В области семейных отношений Что касается семейных отношений Это компетенция каждого государства В отдельности Но действительно есть тенденция Общая в Совете Европы То есть это другая международная организация В которую входит в Латвии Более широкая, да И если мы посмотрим, допустим На практику Европейского суда По правам человека То начиная с 2012 года Это было такое дело Шалк и Копф против Австрии В первый раз Европейский суд по правам человека Сказал, до сих пор мы считали Что семейные отношения Защита семейных отношений Касается только разнополых людей После этого, после 2012 года Суд совершил поворот в своей практике И сказал, что право на защиту Семейной жизни касается И однополых отношений тоже И после этого был, конечно, ряд дел Который касался, допустим, Греции Который касался Италии И во всех этих делах суд говорил Да, государство должно признавать Однополые отношения как семейные И, в принципе, Конституционный суд Следует в этом фарватере То есть, в принципе, он был вынужден По большому счету сказать Что и в Латвии Однополые отношения должны защищаться государством Да, ну хорошо В свете принятого на прошлой неделе решения А речь идет, казалось бы, о мелочи Такая бытовая мелочь Госпошлина на оформление унаследованной недвижимости Они не будут применяться В отношении однополого партнера-наследника Но при всем при этом У нас нигде не зафиксировано Что семья или партнерские отношения Однополые в том числе имеют место быть Ну, на юридическом уровне Нигде это не зафиксировано Не противоречит ли это одно другому? Именно поэтому Конституционный суд решил Что нормы, которые, допустим, касаются Нормы закона о труде в прошлом году Или вот эти вот нормы правил Кабинета министров о госпошлинах При наследовании в этом году Они теряют силу с 1 июня 2022 года Почему не сразу? Именно потому, что фактически был дан срок Сейму урегулировать этот вопрос И каким-то образом в законодательстве Берет усмотреть, что и однополые отношения Они признаются в качестве семейных отношений Каким образом? Допустим, это брак, это какое-то партнерство Это, допустим, какие-то супружеские отношения Это оставлено на усмотрение Сейма Но одновременно, как нам известно В Сейме рассматривается инициатива Национального объединения Полностью противоположная этому решению Конституционного суда А именно речь идет о том, чтобы закрепить В Конституции же Семью Как союз двух Разнополых людей Да, совершенно верно Во-первых, национальному объединению Придется набрать две трети голосов В парламенте для того, чтобы это стало Частью Конституции Пока этого не будет Соответственно, обязанность Сейма Урегулировать вопрос сохраняется Ну и второй момент Даже если мы допустим, что в Конституцию Такие нормы вносятся В теории, конечно, можно было бы себе представить Что Сейм скажет Вот мы поменяли Конституцию Поэтому решение Конституционного суда Базирующееся на старой редакции Мы просто игнорируем Но после этого Создается прямой риск Что люди пойдут напрямую В Европейский суд по правам человека И он, невзирая на эти конституционные нормы Скажет, что Латвия нарушает Права людей Которые, по сути, фактически Ведут такую семейную жизнь В однополой паре И Латвии придется воплотить компенсацию И опять же пересматривать Конституцию Значит ли это, что Ну, не знаю Противники или сторонники Вот такого нового понимания семьи Должны, ну, не знаю Смириться с тем Что это такая общая Может быть, в какой-то степени Необратимая тенденция Когда, ну, государство Будет вынуждено Ну, защищать разные Скажем так, не знаю Семьи, если это можно Разные виды сожительства Не знаю Мужчина с мужчиной Женщина с женщиной И дальше И усыновление Адопция тоже будет Вот такая весьма Специфическая То есть это пойдет дальше Создается брак Или партнерские отношения В какой-то другой стране Евросоюза Латвия обязана его признавать То есть в теории Может получиться такая ситуация Что латвийские граждане Просто будут ездить В Западную Европу Там заключать, допустим, брак Или однополое партнерство И все равно Латвия будет обязана их признавать Ну, это уже происходит Здесь либо смириться Либо второй вариант Достаточно радикальный Это выйти из Европейского Союза И Совета Европы Он, конечно, видится Достаточно фантастически Да Вот что касается Вот этого решения Вот Конституционного суда Она ведь создает Определенный такой прецедент И это значит, что Видимо, придется все-таки Вносить изменения в законодательство После этого вердикта Конституционного суда В принципе, Конституционный суд Говорит об этом напрямую Что да Вот нужно принять Какой-то либо отдельный закон Либо изменить Гражданский закон В области семейного права Другой вопрос Что до сих пор Вот начиная с этого Осеннего вердикта По закону о труде Рабочие группы При парламенте И Министерстве юстиции Там были некоторые юристы Которые предлагали Как-то сузить Понимание вопроса И только вот изменить Эту статью Закона о труде Которая касается Отпуска по отцовству Но новое решение Конституционного суда В принципе Закрывает Эту возможность То есть Опять же Конституционный суд Еще раз говорит Недостаточно косметических Изменений Нам нужна Четкая государственная Система признания Таких семей И такие косметические Поправки В том или ином законе Они Конституционный суд Не удовлетворят Даже если Сейм пойдет По этому пути Существует Достаточно большой риск Что Конституционный суд Будет и в новых И в новых делах Говорить о том Что Нет Этого недостаточно Нам нужны Изменения касательно Семейного права Да Вот Не хочется Противопоставлять Не знаю Одну проблему Другую Но все-таки Вот Предположим Сейсистический Латвийц Который может быть Ну Не подкован Так естественно Юридически Как вы Но вот он Анализирует процесс И что он наблюдает Что вот если Допустим Мы сейчас видим Какое-то Определенное Не знаю Попытки Соблюдать Вот эти Европейские Тенденции В правах Не знаю Сексуальных Меньших Мы видим Что Конституционный суд Сейчас как раз Работает в этом направлении Когда же Заходит Не знаю О каких-то Фундаментальных Правах Допустим Национальных Меньшинств То здесь мы Наблюдаем Не прогресс Может быть Я ошибаюсь А какой-то Регресс Вот буквально В предыдущем Часе Мы обсуждали Вот эти Срочно принятые Поправки В закон О высшей школе Ну Которая По существу Мне кажется Особо-то И решение Конституционного Суда Не выполняет Ну и Фактически Все сводится К статусу Кво То что И уже Было В предыдущей Редакции Разрешили Заканчивать Обучение На русском Тем Кто на нем Начал Чуть-чуть Дольше Но фундаментально Фактически Русский язык На котором Который является Родным Для 40% Населения Он даже Из частных Вузов Окончательно Вычищен Это что Тоже европейские Стандарты Нет конечно Это не европейские Стандарты Но дело в том Что Дел которые Касаются Именно прав Национальных Меньшинств На европейском Уровне В том же самом Европейском Суде по правам человека Меньше По объективным Причинам Потому что Для них Существует Отдельная Международная Конвенция Дела по которой Европейский суд Не разбирает То есть Конечно Тут Можно только Понадеяться На то что Допустим В тех же самых Делах О школах Национальных Меньшинств Европейский суд По правам человека Будет развивать Свою практику Которая станет Обязывающей И соответственно Для латвийского Конституционного Суда Но действительно В деле Допустим ЛГБТ Практика Европейского Суда По правам человека Она гораздо Развитее Чем В делах Национальных Меньшинствах И поэтому Тут Трудно Как-то Уповать На эти нормы Когда мы Касаемся Дел В Конституционном Суде Тем не менее Я считаю Действительно Что в делах О школах Конституционный Суд Ошибся Когда выносил Решение Он Не Учитывал Вот эти Современные Тенденции В области Защиты Национальных Меньшинств Которые В принципе Для Латвии Являются Обязывающими Надеемся Что Европейский Суд По правам Человека Эту ошибку Исправить Вот Все-таки Возвращаясь К этой теме Понятно Что она Очень Неоднозначна Особенно В латвийском Обществе Достаточно Консервативном Об этом Говорят Исследования Но Можно ли Говорить О том Что По существу Все-таки Идет Такая Унификация Прав Любых Семей Любых Мы понимаем О чем Идет речь Причем На добровольно Принудительной Основе Надо отметить Это может По разному Оценивать Но Что фактически Скоро С точки зрения Права Я сейчас Опять-таки Не хочу Морализировать С точки зрения Права Не будет Никакой Разницы Не знаю Речь идет О Семье Официальном Браке Между мужчиной И женщиной И вот Таких Гражданских Отношений Между Мужчиной Мужчиной Да Об этом Можно Говорить Конечно Какой-то Унификацией Безусловно Является ли Она Принудительной На мой взгляд Нет Потому что Это было Добровольное Решение Латвии Вступить В Европейский Союз И в Совет Европы То есть Как я уже Сказал Если это Выглядит Слишком Принудительно В любой момент Из этих Организаций Можно выйти Тот же Самый Пример Великобритании Показывает Что Это Можно Сделать Из Европейского Союза Говоря Вопрос Разбирать Ему Будет Необходимо Учесть И Допустим И Однополые Отношения И Разнополые Отношения Без брака То есть Фактически Признать То Что Семья Это Вопрос Факта А не Вопрос Права Да Я вот Ну вот Если смотреть Вообще Законодательство Особенно С точки зрения Наследственного Права Весьма Сложное Кстати Законодательство И То Там Ну Практически Мы же Видим Что Речь Все Время Идет О Родственников Первой Второй Третьей Ступени Скажем Так И На этом Базируется Все И Налоговое Законодательство Тоже Потому что Если ты Там Даришь Ну не знаю Там Сыну Дочь Мужу Жене Не знаю Имущество Чаще всего Там не знаю Недвижимость То Естественно Это освобождается От уплаты Налогов Подоходного Да Для того Кто получает Этот Вот Этот подарок То есть Фактически Получается Что нам надо Будет Не знаю По всей вертикали Все эти Десятки Законодательных Актов В будущем Менять Так получается Да Совершенно верно Но тут На самом деле С технической точки зрения Эти поправки Достаточно просты То есть Если есть Какой-то Допустим Закон Который Регулирует Партнерские Отношения На уровне Законодательства То потом Во всех остальных Законах В принципе Можно Там где написано Допустим Супругу Туда вписать И партнеру В соответствии Вот с этим Законом О партнерских Отношениях То есть По большому счету То с технической точки зрения Это не такая Большая проблема Как с политической Точкой зрения И напоминаю Мы беседуем С Алексеем Димитровым Латвийским юристом Который работает В Европарламенте И обсуждаем Решение Латвийского Суда Сатворсма О том Что партнерские Отношения Любые Отношения Являются Семьей Имеют право На защиту И поддержку Со стороны государства И хочу отметить Что на самом деле Как-то в первой части Нашей беседы Мы Искусственно Довольно Сузили рамки Тех самых Партнерских отношений Потому что Они вполне Применимы И к гетеросексуальным Отношениям В том числе Которые тоже Частые случаи Нужно регулировать Ну да Здесь тоже конечно Возникает вопрос Я думаю Это потом уже Технические Но вот если Действительно Речь идет О гражданском браке То есть Отношения Не были зарегистрированы И допустим Есть дети Не знаю От предыдущих браков И что-то происходит С одним из партнеров Ну условно Где он умирает То я так понимаю Что если все это Будет изменено То возникнут проблемы Да С неотклоняемым Родственникам Как делить это имущество То есть возникает Много нюансов Которые вот Надо будет решать Соответственно У нас Это чисто Бытовом уровне Конечно Учитывая то Что действительно Много детей В Латвии Рождается В семье Где нет Зарегистрированного брака Конечно Такое законодательство О партнерстве Оно бы могло Принести пользу И не ЛГБТ Людям Безусловно Но тут нужно Учитывать то Что допустим По такому пути Попробовала сначала Пойти Греция Когда Она приняла закон О партнерских отношениях Который касался Только Гетеросексуальных пар То есть не распространялся На ЛГБТ И Европейский суд По правам человека Указал Что это является Дискриминацией То есть если Вводятся Вот эти вот Дополнительные возможности Зафиксировать Фактическую семью Для гетеросексуальных пар Но при этом ЛГБТ Остаются без Юридического регулирования Это является Дискриминацией Хорошо На прошлой неделе Сейм Например Отменил Вот эти вот Госпошлины На оформление Унаследованной Недвижимости Какие следующие шаги Могут быть Приняты В развитии Этой темы Вы имеете ввиду Какие-то новые дела В конституционном суде? Я имею ввиду Новые решения Регулирующие Область партнерских отношений Вне брачных Ну то самое Расширение Понятия семьи Ну тут наверное Нужно просто брать Вот весь каталог Прав Который сейчас В Латвии Привязан к браку И оценивать Насколько Допустим Этот же каталог Может быть Привязан К каким-то Зарегистрированным Партнерским отношениям То есть здесь Можно говорить И о каких-то правах Вот как допустим Речь шла Об оспуске по отцовству На законе о труде Так и о каких-то Обязанностях Например На данный момент Закон о предотвращении Конфликта интересов Деятельности Государственных должностных лиц Он касается Вот таких Обязательств Указать допустим Своих супругов И не предпринимать Каких-то действий Которые могут Создавать конфликт Интересов В отношении супругов В отношении Фактического сожительства Такие вещи Не урегулированы То есть в принципе И государство Тоже заинтересовано В том Чтобы Мы пересмотрели Вот весь этот каталог Не только в отношении Прав Но и в отношении Обязанностей Потому что конечно Здесь Когда люди У людей фактически Есть семья То есть и определенные Риски связанные С конфликтом интересов С коррупцией Это тоже нужно учитывать И подобные прецеденты Конечно же были? По поводу Незарегистрированных Партнеров Да И переписывание Части имущества На них Или конфликт интересов Тот самый упомянутый вами Ну да Соответственно Если у нас Нет какой-то Государственной системы Регистрации И признания То соответственно Все эти вопросы Они остаются В такой серой зоне То есть достаточно сложно Доказать конфликт Интересов Например Для правоохранительных Органов Поэтому Как я уже сказал Это будет полезно Не только для Самой вот этой Фактической семьи Но и для государства Которое сможет Знать о том Что существуют Фактические Семейные отношения Предусмотрены ли Какие-то Меры Ну скажем так Наказания За Не приведение Законодательства Вот к этому Общему Общеевропейскому Образцу Для Латвии Я имею в виду Штрафы Ну во-первых Нет какой-то Меры Которые касаются Исполнения Решений Конституционного Суда То есть в принципе Решения Конституционного Суда Являются Обязательными Для законодателя Для правительства Но нет Каких-то Штрафов То есть Если Сейм допустим Не выполнит Эту обязанность До 1 июня 2022 года То Финансовые Ответственности Для Сейма Не последует Просто Есть риск Что будут Новые и новые Дела в Конституционном Суде Или например В каких-то Делах Конституционный Суд Скажет Что вся Полностью Норма Допустим Та же самая Пошлина Она теряет Свою силу Соответственно Получится Ситуация Что если Сейм Свою обязанность Не выполняет То Любые Пошлины Теряют Свою силу И государство Не получает Денег То есть Это Может быть Такой Достаточно Серьезный Стимул Для Сейма Выполнить Решение Конституционного Суда Если же Мы говорим О каком-то Европейском Уровне То Действительно Создается Риск Что Конкретные Люди Будут Обращаться В Европейский Суд По правам Человека И то В свою очередь Будет Накладывать Штрафы На государство Которые Будет Необходимо Заплатить Спасибо Большое Алексей Димитров У нас Был на прямой Связи Юрист Торр Будущий В парламенте На связи Брусселя И мы беседовали О том Что Конституционный Суд Подтвердил Тезис О том Что Однополые И вообще Партнерские Отношения Тоже Являются Семьей И имеют Право На защиту И поддержки Со стороны Государства Алексей Огромное Семейных Отношений Виртуально Уже Побегали Пробежали Буквально Рижский Марафон Который Состоится В конце Августа Но Программа Конечно же Радио Балкон Продолжается Все Свежие Новости Читайте На портале MixNews LV Ну и Услышимся 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 Хорошего дня До свидания Утро На Балкон